На Тесле в Гудвилл. То есть, я так понимаю, накопил, купил и теперь уже прямой дорогой Second Hand. И это, конечно, классно. Уже начинают стрелячить. Они сейчас будут шугать. О, классный маячка. Не стоит ничего, к сожалению. Бренд нормальный, но дешевый. И главное, непонятно реклама чего. То ли кроссовок, то ли мячей, то ли диеты для похудения или может как с энергетических напитков. Кроссовок с крыльями. Загадка. И вот тоже еще одно прикольное баги. Это что-то типа приставать, так в общем надоедать, быть таким навязчивым, успокоить. И это вот типа отвали. Но иллюстрация, конечно, своеобразная, честно говоря, не сразу и дойдет. Черт пронзающая жука с простым девизом отвали. Мне кажется, отвали можно было бы как-то и проще проиллюстрировать, чем так изощренно. Но это только мое мнение. Вот пример дешевых Найков, которые и новые, и стоят не очень дорого. Incinerate. Кого они собрались incinerate? Этими шузами сложно сказать. Так встань, терапию можно с этой дне. А это фасфарм, когда-то был знаменитый бренд. Это кожзам и ничего не стоит. Рубашечка хилстригер. Классная. Я понимаю все логотипы, которые хилстригер использовал. Ну, как обычно, с белой связываться бесполезно. И вот, вот вешалки где-то уже появились. А может, еще где-то найдется. Особенно после химчистки зачастую где-то пятна, они наоборот, еще больше въедаются. Поэтому, к сожалению, остается. Видно, как дроглажки. Так, прикольно. Вот такая белочка приходит, а так понимаю, местным, кто перепьет. Белка алкоголичкой. Не, она уже, она не алкоголичка, она приходит к таковым. Вот такая вот, уродливая. Представляешь, такая придет, точно завяжешь. Сам побежишь в клуб анонимных алкоголиков записываться. О, блин, ужас. Игрушка для детей. Нет, это не игрушка. А, не игрушка. Это пугалка. Чтобы это, у кого если, а, это лечить запоры с пугом. Ковбойские сапоги Дэмпост. Так-то известный бренд винтажный. Ну, эти конкретно не так дорого стоят. Хотя, терпимые состояния, на самом деле. И какие-то они жесткие. Такое ощущение, что где-то они полежали, и кожа какой-то стала жестковатой. Пересылка еще будет дорогая. Они не очень тяжелые, но из-за размера. Поэтому, нафиг. Так, прикольнее будет. Лепси замшевая. Такая комбинированная, женская. Увы. Ну, она еще и потертая. И вот, прикольная. Нью-Зиланда лодок, а зону в Китае. Бренд такой. Это так называемый бомберный. Но, к сожалению, даже в лучшем состоянии ничего не стоит. А этот потрёпывает. А, вот. Его пытались в магазине задать за 15. Ха-ха. Видимо, долго он там висел за 15. Ха-ха, прикол. Здесь навес никому не нужен. Вот такая бамбуковая тросточка с бик-бикалкой. Супер. Какой-то силовой. К сожалению, бик-бикалки не работают. Это пластиковые вот эти вот. Это еще здесь не всего. Мое-мое. Еще вон. Откуда выпал там еще. А, так прикольно. Взял бы нагладить. Причем на работе вот так шоу. Кохажил. Ну, к сожалению, мне ничего не стоит. Смеюсь. Ха-ха, прикол. Я так пока себе отобрал вот. Для прикола. Называется Black Ship. То есть, паршивый овца в деревне. Вот, может. Иногда буду одевать. Есть тут больше чем. Ну, так, что-то ничего интересного не нашу. Не интересного, не видного. Вот такая бамбуковая тросточка с бик-бикалкой. Супер. К сожалению, бик-бикалка не работает. Это пластиковый вот этот вот. Кмой-кмой. Оттуда выпал. Ха, так прикольно. Взял бы так иногда. На работе вот так похожу. Видишь? Ха, прикол. Ну, вот. Хваленый нимбус. Один с половиной. Так, в принципе, мой размер. И, кстати, вот это все я бы мог отстирать. Хотел на пробу просто взять, чтобы заценить, каков он северный олень. Но эксперимент будет не настоящий, потому что пятка там совсем стопталась. Ну, жаль, а то бы так хотя бы несколько дней поносил бы, чтобы получить представление. Ну, и правда, это двадцать первый. Не знаю, сейчас тоже какой. Так что там... Это уже старый. О! Кто-то буквально ласта отбросил. В буквальном смысле слова. Прикол. И вот еще тоже. Chinatown. Разнообразит ассортимент. Типа того. Не гухля-мухля. Ну, вот. Говорят про военный стиль. Видите, уже, так сказать, дождевик с нарисованными нашивками. Хе-ха! Аааа! Ну, кого ты хотел обмануть? Ну, причем это... Можно вывернуть с незнанкой, ходить, так сказать, в пятнистой версии. Можно в такой. Он, по-моему, на девочку. Там размер L стоит. Реально где-то small. Ой, прикол, конечно. Ага! и сам и вот классный рубашечка бронглерская ковбойская с клёп очками причем такими черными он даже три на манжете клетки в но стоит они очень мало 78 долларов то есть это прибыли не будет никакой ну там доллара 4 соответственно больше потратишь усилий такой легкий материал прикольный сейчас посмотрю кстати чё это состав не найден чтобы такое думаю синтетику хлопок так вот просто типичный вестерн стиль к сожалению отбиваются ботинки но в плей такой бренд малоизвестный и мало ценный из такой старый стиль туристических ботинок расползается я принципе это могут приклеить фигня подошву хорошем состоянии но я посмотрел они к сожалению стоит немного то есть такая пара в лучшем случае уйдет долларов за 20 если уйдет то есть видимо они когда-то были дешевыми и не сильно котируется а вот мои любимые кларкс дизель будет скрепую подошву классный но тоже очень дешево 10-15 году оттаж за них петерик еще еще там где-то что-то опять там по моему было потертость все интересно в ходу я участок помирала нить по дна пол номера меньше чем я ношу так вот такое ощущение что здесь носки вообще нет подошв наступаешь как будто на пол на любителя прям скажем пятка не сильно изношена все остается какие угли прикольные люди аж блестками раз таки вижу как видите эффекты фикции дефекты поэтому они конечно стоить будет очень мало так только называется вокруг дома ходить от блески вот это ну да прикольный